приветствую вас в центре архе и я рад что вы пришли на эту тему который я занимаюсь уже третий год который мне изрядно надоело честно говоря но она актуальна востребована правда в большей степени как я сейчас вижу не столько поколением z сколько поколением y ну условно до 25 лет и после 25 лет то есть условно z и до 25 лет а y тому кому сейчас после 25 лет а поднятия руки кому сейчас до 25 лет ну вот не так много но все-таки тема поколений достаточно спорная в научном плане это постоянно отмечают критики и даже хейтеры под моими лекциями и не только под моими теория поколений как бы вот она подвергается сомнению что есть сам феномен такой поколение то что есть такой социологический конструкт это сомнению нельзя подвергнуть он уже есть этот социологический конструкт но если за ним реальность референт то что называется феномен если действительно поколение или это там возрастная специфика или еще какая-то ну вот я думаю что есть если не феномен поколений то за этим стоят определенные реалии определенные тенденции которые позволяют ну как бы условно несколько границ конечно плавающие но разделить группы большие социальные группы которые относительно привязаны к возрасту социологии если эту группу возникать дальше в prz club и это называется кагорта это важное развлечение которое я хотел бы añadить кагорта и поколение когорта это все рожденные определенном промежутки времени люди но поколение уже кагорты возникает вопрос а что что такое поколение вот когорта формально определяется да что такое поколение. Ну вот я подхожу к этому объекту изучения с точки зрения философской антропологии и культурологии. И поэтому это несколько другой ракурс, нежели у социологов. И поколение я рассматриваю как особую коммуникационную модель. Коммуникация с миром, с человеческим и нечеловеческим, что называется, с миром вещей, с миром людей, с миром природы. То есть особая модель, адаптивная модель. То есть вот так получается, я скажу чуть позже, почему так получается, что разные когорты строят не общую, а отличные модели друг от друга. как бы таков ритм истории. И это залог устойчивости социальной системы. То есть вот, грубо говоря, одно поколение вырабатывает модель взаимоотношения с миром, с людьми и так далее. Но его потенциал адаптивно исчерпывается, потому что движется мир, движется история. И нужно другое, но есть феномен рутинизации сознания. Возрастной и профессиональной рутинизации сознания. Рутинизация, то есть то, что люди делают, повторяют, то, что приносит успех, закрепляется в виде паттернов поведения. И реальность уже сменилась, а паттерны прежние. И нельзя даже увидеть. Но проблема возникает, чувствует, что-то не так. Как бы люди становятся грустненькими. И сами не понимают, почему. И не могут понять. Люди должны печь хлеб, что-то там, много чего делать. Но как бы через налоги платят ученым. И они на досуге разбираются. Что же пошло не так? А все время что-то идет не так. Так, после грехопадения устроена история, что все время что-то идет не так. Но есть хорошие новости. Люди — это адаптивные существа. И особенно коллективы. И вот как бы возникает вызов, что нужна новая адаптационная модель. И то, что называется молодежью, начинает осваивать. И предыдущему поколению кажется, что это что-то неказистое. Все, гибель. Так нельзя. Но парадокс состоит в том, что так действительно нельзя, но так нужно. И в конце концов так можно. И снова эта история после того, как будет вызов другой и другое поколение возникнет. И вот два поколения. Y и Z. Так их назвали. Часто задают вопрос, почему Z, почему Y. Я не понимаю, почему людей волнуют эти буквы. Так исторически сложилось. следующие еще не названы точно. Следующие это F, видимо, или альфы. Ну, мне больше нравится F. Я буду называть F-ми их. И о них сегодня не будет речи. Я их не исследовал. И, дай бог пронесет, можно не исследовать. Хотя не знаю. Не знаю. Я начал исследовать с исследования поколения Z. Ну, и Y я тоже построил теоретическую модель, что из себя представляет это поколение как фон для Z. Это исследования качественные, а не количественные. Сразу скажу. Мне часто говорят, а где же эта ваша выборка? Это что, то, что вы описываете? Где количество? Я говорю, ну, узнаете себя? Или, да, я узнаю. Это друзья моего сына. Но он не такой. Нет, нет, мой не такой. Да, да, что-то вы поймали. Но мой-то не такой. Значит, не все такие. Соседняя мама скажет, да, нет, он такой. Мой не такой. Знаете, есть какая-то аберрация зрения. Невозможность увидеть то, что близко. Качественное это значит, я применил прежде всего герменофтический метод. Что это такое? Берется в виде объекта текст. Либо это созданный зетами или для зетов текст. Ну, например, вот я сейчас покажу клипы. Да, или для игреков. Или этим текстом является поведение. То есть особо нужно описать поведение и применить к нему герменофтический метод, толковать на предмет причин, почему так себя ведет человек. Поведение включает, прежде всего, речевое поведение. Основной объект моих исследований это речь. Речевые акты, но отчасти действия. И продукты художественного производства, что называется. Как это делается? Ну, чтобы составить впечатление, я сейчас вам покажу два клипа. Один, на мой взгляд, сделанный для игреков, так неплохо сделанный для игреков продукт. Что значит для игреков? Значит, туда впрессованы так называемые прессуппозиции игреков или мировоззренческие установки игреков. А второй сделан для зетов и туда впрессованы прессуппозиции зетов. Ну, более или менее они сделаны. И я вам предлагаю сравнить. Сравнить эти два фрагмента и, например, ответить на вопрос нравится или не нравится что-то. И следующий вопрос а что, собственно, почему это что-то не понравилось или это что-то понравилось. Итак, а можно свет или а, не, видно, да? Так, сейчас я соображу, как это делается. Переключаем. Ладно. Ну вот, давайте посмотрим для игреков. души игреков легко отзываются уже даже на эту ритмику. но посмотрите, как сделан и визуальный ряд, и текстовый. Это тоже важно. я смотрю в темноту, я вижу огни, это где-то в степи, а выходит на мой жар. я вижу огни, вижу огни, вижу огни, это строй, это значит, что нас били скрывает солнце, я одна устой звонить. Ответь, Дима, что звонит. Позвони. Позвони. Я нашел его здесь в этой степи. И для Зетта. Зетта. Позвони. 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 Зетта. Зетта. Зетте. Зетта. 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 Чертисie. И для Субтитры делал DimaTorzok Ну, пожалуйста, дайте обратную связь. Поднимите руки, кто может ответить на два вопроса? Что понравилось или что не понравилось и почему? Какой-то эпизод. Лариса, пожалуйста, что? Какой эпизод и из какого? Я должна выбрать эпизод или я могу по двум эпизодам прокомментировать? Один эпизод или что? Из Зверь Наутилуса или как он там называется? Найки. Найки фараона. Да, да. Все-таки первый эпизод. Понравилась сердечность. Что понравилось? Сердечность. Сердечность. Да. Она выражалась в текстах, визуально, в музыке или так и так и так? Во всех аспектах. То есть это было сердечно? Да. Ну, дайте какой-нибудь пример. Что было сердечно? Отзывается личным опытом. Серая рутина. Настроение главного героя. Какое настроение у главного героя? Такое растерянное. Он растерян? Да. Герой Бодрова растерян? Да, в этих кадрах, мне кажется, вполне. И растерянность отзывается у вас, резонирует? Да. Вы растеряна? Сейчас нет. Вообще, я помню. Вообще, вам известно это. И там показана растерянность, вы помните растерянность, это резонирует? Да. И нравится то, что как бы вас понимают. Так? Да. Спасибо. У кого есть обратная связь по клипу Фараона? Дайте, пожалуйста, как вас зовут? Артемий, что там нравится или что не нравится? Вот так же. Растерянность. Смотрите, нужен концепт. Нет, говорите, говорите. Работает раз-раз. Нужен концепт. Вот Лариса говорит, растерянность, там она есть, и она есть в моем опыте. И это резонирует. Что вам там нравится или не нравится? Что мне нужно прокомментировать? Есть ли что-то, что во втором клипе вам понравилось или не понравилось? Во втором клипе есть... У вас было два вопроса. Как бы вот, что не нравится и почему. Да. Я посмотрел оба сюжета, ну про первый понятно. Про второй мне казалось, что это не вызвало дискомфорт. Скажите, как вас зовут? Артемий. Артемий, смотрите, у нас запись. Давайте я помогу публике, который будет смотреть это в Ютубе. Не надо рассказывать всю свою несчастную жизнь. Не надо. Скажите, пожалуйста, что вам не понравилось? Мне не понравилось во втором ролике его какая-то простоватость. Достаточно. Простоватость. В чем это выразилось? Где вы увидели простоватость? Примитивность. В чем? В тексте. В тексте. Что там? Вы помните, что там говорится? Я запомнил, что там очень мало слов. Мало слов. Это плохо. Это простовато. Да. Скажите, вы сложный или простой? Вы скорее сложный или скорее простой? Вот как вы думаете сейчас, когда вы роетесь в своем богатом внутреннем мире, вы скорее сложный или скорее простой? Ролик с Бодровым мне больше понравился. Артемий. А. Вы с нами? Артемий, вы с нами? Я здесь. Вы помните мой вопрос? Скорее сложный. Вот. Гадалки не ходи, как говорится. Вы сложный. А он простой. И это не резонирует, а диссонирует. Так? Спасибо. Ну, отложите микрофон. Давайте я прокомментирую. Давайте я прокомментирую. Спасибо, Ларисе. Спасибо, Артемию. Вы как бы очень яркую дали иллюстрацию к моим исследованиям игреков. И вы игреки. Я угадал? Артемий. А. Вы внутри или снаружи, Артемий? Здесь и здесь. Здесь это где? С вами. Точно? Точно. Точно. Хороший вопрос. Чего? Есть социальный мир и есть внутренний мир. То есть внешний мир — это мир социальный и внутренний мир. По ту сторону вот этой границы. Игреки инвестировали в рост, развитие внутреннего мира. У игреков ценность прогресса. Ценность развития. Духовного, финансового, карьерного и так далее. И игреки опираются на следующую ценность. Ценность сложности. Сложное лучше просто. Прямо противоположная ситуация у зетов. Для зетов простое ценно, а сложное нет. Хотя могут не подтвердить это сразу. Не поняв, о чем идет дело. И для зетов. Зет и игреки в основном живут. В основном инвестируют во внутренний мир. По ту сторону живут. По ту стороне люди. Зет и романтики. В том смысле, что они живут в двух мирах. Здесь можно сказать еще о поколении Х. Это до игреков. Я их называю посюсторонние люди. Они не инвестировали в богатый внутренний мир. Они устраивались и неплохо устроились в этом социальном мире. Именно поэтому до сих пор им приходится у власти находиться. И вообще тянуть основную внешнюю работу социума. Игреки инвестировали во внутренний мир. Они ушли по ту сторону. И, собственно говоря, фильм «Особенно брат один» и вообще «Наутилус», «Кормильцев». Вот эта линия, это линия развития внутреннего духовного мира. Тут, правда, есть некоторый парадокс. Почему же герой Бодрова, в общем-то, вроде не сложный, а простой. Ну, я чуть-чуть эту интригу подержу. Почему так? Так вот. Итак, Х — это посюсторонние люди. Они хорошо адаптируются в социальные реальности. Игреки — это потусторонние люди. Они вложились в развитие духовного мира. И это их слово «духовность». Они все ищут йоги, боги, прогресс и так далее. Зетты — это романтики. У них два мира, по которым они скользят туда-сюда. Но второй этот мир — это не внутренний мир, а виртуальная реальность. То есть некое подобие внутреннего мира игреков. Ну, внутренний мир игреков — прям в них. А у зеттов то, что условно можно назвать внутренним миром, он в интернете. Вот это некоторая разница такая. И вот то, что говорит Лариса, что резонирует. Что вы сказали? Резонирует. Сердечность. И то, что говорит Артемий, диссонирует сложное с простым. Вы говорите об одном и том же. Есть связь между сердечностью и сложностью. Какая связь между сердечностью и сложностью? Сердечность — это то, что сложно. Сердце же внутри. Там все сложно. А внешний мир, он простой, он менее интересный. Например, знаете, на одежду. Что делают Y? Они самовыражаются. Одежда их. Зеты, конечно, они тоже могут сказать, что они самовыражаются и так далее. Но по большому счету они как бы не сильно соотносят, что у них внутри, чтобы выразить в одежде. Они скорее следуют за трендами. То есть они не самовыражаются, они вписываются в свое окружение. То есть смотрят на то, как делают другие. Тогда как вот и Y, им нужно было самовыражаться. Хотя это совпадало по одежде там с тем, что делают другие. Но ценность другая. Самовыражение. И это вот видно. Кто это понимает, то делает продукты качественные, что называется, для тех и для других. А подняйте руки, кому что-либо, давайте про непонравилось. Понятно. Кому что-либо понравилось, что-либо во втором клипе. Что? Ну, знаете, что это за атмосфера? Текучая атмосфера. Текучая атмосфера. Что хорошего в текучести? Ну, как вода смывает тревогу. Вот. У вас Z-овские ценности и антиценности. Тревога, которая, в общем-то, очень часто заканчивается панической атакой. Тревога – это форма страха. Паническая атака – это нарастающая тревога, переходящая за какую-то черту. И как бы, вот я слышу вас так. Тревога – это то, с чем надо работать. Так сказать, чтобы она не перешла границу. И то, что делает, вот в данном случае, исполнитель, с тягучестью, с медитативностью, да, это успокаивает, Артемий говорит. Но это же простовато. На что вы могли бы сказать, Артемий, мне не до этого. Простовато, сложновато. Я на границе панической атаки. Пусть будет тягучесть, пусть будет простоватость, медитативность. Я как-то делал для одной организации анализ рекламных продуктов, что заходит Z, что не заходит. И в аудитории я так попросил, чтобы были две фокус-группы, сидели Y и Z, которые подвязаются в рекламной индустрии, и просто потребители рекламной индустрии. Я показал рекламный ролик, так называемый медленная реклама. Знаете, в течение... Сидели почти зачарованно. Смотрели на эту... Вот буквально методически, спиной стоя, актер красил забор. Ну, как бы вот такие... То есть наука состоит в том, чтобы... Ну, в частности, психология этим занимается, серьезная социология, серьезная они вот это все. Там, с опросами публики по универмагам. Экспериментом. Это был эксперимент. Поведенческий. То есть есть мощное влияние, люди должны сидеть и смотреть. И одни не выдерживают, это диссонирует. Вот такая медленность, тягучесть. А другие, наоборот, как бы своим поведением говорят. Супер. Это то, что надо. Понимаете, Анастасия, и почему зашла медленная реклама? Почему? Потому что очень высокие ритмы. Очень высокие. Очень высокие ритмы внешнего мира, которые не нужны, а нужны какие-то другие ритмы. И где их взять? Внутри нет такого инструмента успокоиться. ЗТ это бедные люди. Не в плохом смысле слова, и не в хорошем. Мало инструментов. Отсюда такая мечта и тяга открыть интернет и получить какие-нибудь лайфхаки. Коротко, быстро, сердито, и не самим. Поэтому высоким престижем обладают те блогеры и так далее, которые могут вот это подарить. Потому что бесплатно. Ты посмотрел, это бесплатно. И, в общем-то, есть благодарность, даже донейшн и так далее. То есть, понимаете, формируется новая реальность отношений. Медленная реклама. И когда вот я закончил показывать этот ролик, то представители поколения Y, они как бы сказали мне, что это такое было? Зачем это? Я говорю, ну, понимаете, это же заходит. Но почему? Это слишком медленно. Я говорю, это не слишком медленно. Моя знакомая, редактор рекламных продуктов Сбербанки, когда я ей написала медленной рекламе, она мне прислала ролики, которые есть в Ютубе, когда ставят камеру и снимают лужу. Много просмотров. Лужа, ничего не происходит. Ну, там какой-нибудь комарик проскользит, так сказать, и так далее. Люди сидят и смотрят в Ютубе вот то изображение, которое транслирует камера, снимая лужу. Ответьте на вопрос. Вам понятен этот мотив или нет? Вы стали это делать или нет? Если вы как бы в центре Y-овской модели, это невыносимо. Y-ки герои. Герои потусторонних миров. Они бьются силами зла, которые, правда, не обнаруживаются особо на улицах, но в изобилии встречаются в богатом духовном мире. Вот, как бы такая прелюдия, не теоретическая, а сразу практическая, к теории. Давайте немного теории. Она поможет понять. Итак, теория поколений. Авторы Уильям Штраус и Нил Хоуф, они в 91-м году выпустили книгу. Я посмотрел их теорию. Они меня, честно говоря, как бы идеи не вдохновили, но я начал искать истоки и нашел их у Мангейма, Карла Мангейма, который в 28-м году выпустил книгу «Проблема поколений». И то, что предложил Мангейм, мне показалось более, ну, скажем так, операбельным для культурологического исследования. Что такое поколение? Опираясь на идеи Мангейма, я даю вот такое определение поколений. Поколение – это группа современников, обладающая общим запасом культурной памяти, сформированным в годы ранней социализации под воздействием культурных и исторических событий. У Мангейма есть понятие формативные годы. Ну, я это называю годы ранней социализации, но термин формативные годы хороший, устаревший несколько, но хороший. Что это такое формативные годы? Вот Мангейм опирается на понятие драма юности. Почему поколения отличаются друг от друга? Вот в так называемые формативные годы человек переживает жизненную драму социализации. Ее переживает только тот, кто еще не социализирован. Да, и это всегда молодежь, как правило. Ну, как правило, мне кажется, есть отдельные случаи, когда тебе 45, и вот оно начинается столько социализации, а до этого мама жила твою жизнь, например. Знаете, как в том присказке, все, мама прожила свою жизнь, все, мама проживет и твою, и проживет ее хорошо. Может так случиться, что, конечно, 45 лет переживать начинаешь формативные годы, но, как правило, это происходит вот в определенный возраст, и связано с необходимостью адапстации к обществу без утраты контакта с модой. Конечно, вот это вот феномен поколений, это феномен нового времени, так называемый, когда появляются моды, тенденции и так далее. И вот тебе нужно и социализироваться, а все схвачено предыдущим поколением. Институты созданы, тренды и так далее. Но есть мода. И вот тебе нужно решить очень сложную задачу, вписаться и в моду, а мода — это то, что отстроено от старого, да, новое. И такой пример в наркотике или как в алкоголизм или в геймерство такое уже хики-камори, когда образуются, да. Это действительно сложная задача. И, в общем-то, легко выпасть, если лечь только на волну отстраивания. Либо, если другая стратегия, вписаться, и тогда ты в этой когорте, но ты воспринимаешь модель предыдущего поколения. И, в принципе, ты вроде как Z, но ты Y. Ну, как бы ты туда все направил, ты понял, что не надо вот это. Можно пожертвовать тем, чтобы там быть модным, вписаться и так далее. Поэтому проблемы молодых людей обусловлены иным, нежели у старших современников набором противоречий. То есть, у того, кто уже социализирован, противоречия другие. и так, чем определяется поколенческая специфика? Ну, то, что я вам говорил, культурными и историческими трендами, так называемыми модными тенденциями времени. Возрастом, но который, подчеркиваю, лишь отчасти определяет принадлежность к поколению. То есть, это как бы предрасположенность следовать моде, но не обязательно. И вот, давайте посмотрим на поколение Y. Эти исторические, модные, условно говоря, тенденции формативных годов Y. Что это? Во-первых, это распад советского образа жизни и культ западного образа жизни. Конечно, это и иксы захватили, да, но вот как бы с некоторым отставанием, таким, такой волной, это попало в формативные годы Y. И поэтому вот эти фразы, это совок, и эти мечты, которые, конечно, они вынимали из внутренних миров, о том, что где-то есть земли афирские, что надо как-то изощриться и обязательно ехать за границу, отдохнуть, а в идеале там устроиться. как бы целые группы населения захватывал вот этот тренд, вот эта тенденция. Рационального здесь, ну, я понимаю, что это вызовет, так сказать, отторжение, но рационального здесь мало было. Как бы нигде вообще на самом деле, как потом оказалось, нету молочных рек в кисельных берегах, вот этой земле афирской, этого, так сказать, рая. Ну, я опять же сейчас скажу о Балабанове, то, что он сделал «Брат 2». Почему так этот фильм стал культовый, почему он так зашел? Потому что как бы игреков, игрекам показали их ошибки. Игреки запутались. Где-то вот к этому времени, когда вышли два фильма Балабанова, игреки запутались. Они уже не могли так веровать, так сказать, свои мифы, но и отказаться от них не могли. И то, что было предложено, была предложена какая-то четкость. И это, конечно, шокировало вплоть до резкого неприятия той, может быть, неверной или верной, но четкой модели, которая была предложена сценаристами этих фильмов. Я вот когда послезавтра в Петербурге буду разбирать этот фильм по косточкам, так сказать, сколько ему? 20 лет. 20 лет. А актуальность не потеряна. Появление цифровых технологий. Интернет и мобильные телефоны. Позже я скажу, что Z уже рождаются в мир интернета. А игреки видят и то, и это. Понимаете, туда начинает втягивать как в воронку. Какая-то допотопность без интернета или там с агатами какими-то. Да? И вдруг вот это, а мобильные телефоны, это просто революция. Революция в сознании. Вот она. И оно приходит со Стивом Джобсом, там, с Эйпл, с Запада. Вроде все подтверждается. Вот она, из земли афирской. Прилетают весточки. Ну, явно же там рай. Явно же. Явно же там яблоко надкусывают и выбрасывают, потому что яблок много, наверное. Я не знаю. То, что сделал Джобс, это, ну, супер. Рекламно точно было сделано. Мобильно, тонко, легко. Непонятное яблоко, непонятное. И так далее. И все. Игриков затягивает как воронку. Русский рок, поп и стиль фэнтези. Все это порождает так называемый креативный класс, миллениалы, поколение Y. Y-ки это творцы новой постсоветской реальности. Они совершили две диванных революции. первая диванная революция, ну, это мои термины, конечно, это потребительская революция минагеров или потребительская революция менеджеров. Я буду приводить в пример мемы, которые, собственно говоря, это уже постирония Z-ов по поводу Y-ков. Но, парадоксально, сделанное Y-ками. Y-ки это такие сложные развитые люди, которые занимаются самострелом, сами себе ногу простреливают, так сказать. Да, это особый кайф самого себя откритиковать и так далее, самоирония. Но это может быть уже обработано в Z-овской стилистике в виде постиронии. Я не буду сейчас наводить этот тонкий дифферанс между иронией и постиронией. Напомните мне об этом позже. Это уже детали, важные и существенные детали эстетики Z-ов. Постирония. Итак, потребительская революция менеджеров. Карьеризм, трудоголизм, бизнесвумизм, бизнесвумен и так далее. Женщины на автомобилях, трудоголики, сама себя сделала, сам себя сделал. Перед. лидеры, что там. Ну, короче, герои. Герои. Сразу скажу на фоне Z-ов. Z-ы не только с испугом на это смотрят, но как бы это не их. Это не их. Карьера? Не то, что это плохо. Они не будут, как ирики бороться. Y-ки могут наоборот, перейти в другой лагерь и бороться с карьеризмом. Это такие карьеристы по борьбе с карьеризмом. Вот. З-ов не затрагивает. Не знаю, как вас зовут? Что для этого делаете? Достаточно этого для карьеры? Поначалу, может быть, нет. Но это как первые шаги. Знаете, какие следующие шаги? Да, предполагаю. Какой следующий шаг после учебы для того, чтобы сделать карьеру? Терпение и труд. Знакомство, связи. Терпение и труд? Терпение и труд. Если что-то не получается, все равно нужно продолжать заниматься тем делом, которым человек горит. Зачем вам карьера? Чтобы сделать что-то в этом мире. Я же не просто так родился. Да? Да. Зачем вы родились? Цель рождения? Это большой глобальный вопрос, на который я ищу ответ. То есть его еще нет? Ну, как сказать еще нету? Я к нему иду. Когда я что-то сделал, тогда я могу сказать, что вот это было не зря. Хорошо. Ну, давайте я откомментирую вашу речь. Скажите, есть смысл в том, что я говорю или нет? Вы акцентированы на процессуальности. конечные конечные точеки. плавают. Когда я о них спрашиваю, они растворяются. Они есть в виде каких-то идей. У меня есть цель. Какова твоя цель? Я иду к ней. Какова же она? Я упорно иду к ней. Как-то так это звучит. Я обращаю это неплохо, нехорошо. Это модель. Я сконцентрирован на процессе. Тогда как Y могли концентрироваться на результате. А процесс как бы они пропускали. Они перерабатывали. Понимаете? Они не следили за здоровьем. Потом начинали с таким же упорством следить за здоровьем. Главное все делать по максимуму. Да? Потому что там есть какая-то звезда. Есть мечта. При этом мечта очень похожа не на мечту, а на проект, на планы. Понимаете? Мечту от плана отличает то, что мечта вообще-то не может быть реализована. Это некая энергия только она дает. А план может быть реализованный. Так вот мечты Y конкретны достаточно. Карьеру можно сделать так они считают и наверное они правы они здесь специалисты только имея конкретность цели. Я учусь говорит Эйден Я учусь говорит Эйден Эйден А кто не учится? Сказать я учусь практически ничего не сказать. Согласны Эйден или нет? Все учатся по-разному А вы как учитесь? А по особому или так же как другие? Я не знаю как другие учатся Неконкретно Можно сказать я учусь будучи в университете но не учиться Ну вот я не знаю понимаете ли вы Эдвина я понимаю его так он говорит как бы отстань Fuck you Я учусь Я иду к цели Какова твоя цель? Иду Что ты делаешь особенную? Я учусь Все учатся Я Но все учатся по-разному А Эдвина Каждый думает по-своему А можно вам задать вопрос? Да давайте А вы учитесь? Да А как вы учитесь? Прекрасно Спасибо Почему вы смеялись Ну Почему смеялся? Вы это так харизматично отвечаете что в глубине хочется порадоваться Хочется 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 порадоваться? Да Понимаете так говорит тот кому не радуется Хочется порадоваться Ну вы же сейчас смеетесь вам тоже хочется Вам хочется а я получаю Это разные вещи Ну когда вы смеетесь у вас что-то побуждается внутри соответственно вам захотелось и вы это непроизвольно сделали Да Так вот это очень тоже показательно Вас заинтересовала харизматичность энергия Так Да У Зетов энергетический дефицит Ну как я сейчас не выведу этот мем я его недавно нашел такой мем лежит представитель поколения Зет над ним склонилась то ли сестра то ли мама и говорит пойдем на дискотеку А он говорит мне уже 20 лет я устал Энен вам сколько лет? 21 Устали нет? Да Вот Уставший карьерист Это здорово так сказать Вы ползете по карьерной лестнице Весело? Мы сейчас о дискотеке говорили Учиться? Нет Я не устал Есть связь Игреки это знают между карьерой и дискотекой Понимаете? Потому что много энергии Ее надо куда-то девать Ну допустим я несколько сейчас утрирую но это публичная лекция поймите меня мне нужно держать внимание Итак потребительская революция менеджеров это революция игреков и как-то шлейфом отзвуком только по зетам это может ударять вот как Эйден Эйден говорит Ну я тоже хочу карьеры Я устал Я лежу Но я хочу Я лежу в направлении цели Ну смотрите Это подтверждается и из других источников для меня Я преподаю на программах MBA и у меня там учатся банкиры ну или те кто банками руководит там или топ менеджер И вот когда я говорил о поколении Z а они уже приходят банки они обеспокоились и говорят да вот как-то похоже но знаете у нас с ними проблемы они мы им говорим мы заплатим поработайте еще два часа они говорят нет нам не надо но карьера нет мы вас понизим понижайте прокомментируйте я говорю все очень просто их не интересуют деньги их интересуют не интересует карьера как их не интересуют деньги что они не говорят о деньгах я говорю говорят но их интересуют большие деньги настолько большие что реально это деньги не интересуют а карьера карьера тоже большая если предложите им быть президентом У них чуть-чуть поднимется энергетический уровень, и два часа они будут энергизированы. Они мне говорят, ну что же такое, как же управлять тогда? Деньги, карьера, это единственное управление. Я говорю, ну здесь плохие новости. Так их, видимо, эксплуатировать не удастся. Но они глупы. И вот сейчас я хочу сказать защиту этой стратегии, в том смысле, что она хороша, в том смысле, что это не глупо. Что вы им можете предложить за их эти усилия? Дополнительные джинсы? Они говорят, ну да, а что? Я говорю, так они вели моду на использованные джинсы. Они покопались в базовых настройках и поменяли настройки потребления. И теперь, так сказать, рваные джинсы, так сказать. Все, они открепились от этого крючка. Дополнительные джинсы. Нет, если вы, конечно, им предложите яхту с островом, за два часа лишних работы в банке будет колоссальный всплеск энтузиазма, 15 минут. Но вы же не предложите. Карьера? А что вы предлагаете с этой карьерой? Нагрузочки? Ответственность? И опять к этой же прибавке? Да, их ценность – медленная реклама и глядение на лужу. Почему? Потому что вообще еще чуть-чуть напряжения и паническая атака. Поймите, и это рационально. Но как же быть тогда? Что же делать? Но есть выход. Нужно понять ценность. И эта ценность не вот этих труднодобытых денег. Это вообще не про зетов. Так? Хотите трудных денег? Хотите трудных денег? Вы сейчас говорите правду или ужжете? Правду. К сожалению, чистый пол. Я хотел вам предложить 10 рублей. За то, чтобы вы помыли полы в этой библиотеке. Вы бы согласились? Вот. Вот. Окей. Но я утрирую, конечно. Если что, вы можете оспорить то, что я говорю. Не узнавая там себя или видя какие-то другие примеры. Но ценностью является свободное время. Соответственно, например, гибкий график. Как бы более серьезный инструмент может оказаться, чем вот эта вот небольшая прибавка. Потому что, собственно говоря, общество уже не в том положении, когда нужно бороться там за пищу или питательный ресурс. Время. Время. Говорят они, ну как, зачем им? Есть куда провести. В виртуальная реальность, гейминг, музыка. Ну и просто сидеть на лавочке и смотреть на проходящих людей. Понимаете, трудоголики-карьеристы не сидят на лавочках и не смотрят на проходящих людей. Но эта история, видимо, кончилась. У вас вопрос? Пожалуйста. Сейчас, давайте подождем. Все включено. Если за это они деньги, то для них должна быть характерна стратегия игры в жизни. И тогда для них должны быть важны деньги, потому что деньги – это необходимые элементы игры для обмена. Для каких-то ситуаций интересных, для какой-то реализации игры. Хорошо. Ну вот вам мой разговор с моим информантом. Я спрашиваю, он геймер. Я говорю, Саша, какой мир лучше? Тот? Ну там он тоже живет, там есть аватар. Или этот? Он говорит, тот. Пруфы, студию. И вот есть нечто поважнее денег. Он говорит, там можно начать сначала. Там есть несколько жизней. А здесь все серьезно. И то, что вы говорите, купить, обменять ценно только в игре. Этот мир не похож. Не, скажем, не идентичен игре хотя бы вот по этому важнейшему положению. Здесь нельзя начать сначала этот процесс. Если другой только процесс. И это серьезная разница. И здесь одна жизнь и одна смерть. А там много. Может, но не является. Для них. Ну, для тех, кто как бы отрефлексировал. Более или менее. Чем тот мир лучше? Он как истинный зет, что называется, не говорит, что он уйдет в тот мир. Он будет жить и в этом. И он и в этом будет устраиваться. Но несколько по-другому, нежели устраиваются потусторонние люди по определению, считая, что этот мир, в котором они живут, это всегда хуже, чем там, где они могли бы быть. То есть хорошо там, где нас нет. Игриковская ценность. Вот я мог бы еще одну песенку поставить. Очень выразительную песню. Кого Арефьева, по-моему, поет. Купите мне на рынке картонное пальто. И припев там. И все будет не это. И все будет не то. И всегда все будет не это. И все будет не то. Я, конечно, беру в пределе. Это качественное исследование. Я как бы беру уже утрированные пресуппозиции. Но разбавьте их чуть-чуть. И вы получите эти ценности. Вторая революция. Это эстетическая революция цифровых дизайнеров. Именно игреки создали интернет, его привлекательность, эти продукты, в которые зеты уже родились. И там, в виртуальном мире, игреки реализовали свою основную ценность. Основная ценность не карьера и не деньги. Карьера и деньги – это средства. Для чего? Скажите. Согласны, что карьера не сама по себе? Как бы никто из карьеристов не хочет, чтобы на их могиле было написано «он сделал карьеру». Что за этим стоит? Зачем деньги? Зачем? Да, конечно, конечно. Свобода. Свобода. Вот основная ценность. И вдруг научно-технический прогресс дает основание. Это всегда было в искусстве, да. Но здесь массовая культура, массовый продукт, особенно игры, компьютер. Безудержная свобода. Но игреки, которые делают этот фантастический мир, знают, что есть нефантастический мир. Зеты рождаются в этот фантастический мир, и у них нет ценности свободы. Почему? Дефицитарная теория ценностей гласит, что ценно то, что в дефиците. То, где нет дефицита, не ценно. У них много свободы. Но не всей, конечно. Ценно, например, независимость. Это тоже форма свободы. Почему ценно независимость? Потому что много зависимостей. Это проблема зетов, которую они знают и отрефлексировали. Много зависимостей. Например, геймер зависим от игры. Они зависимы от родителей. И разного рода зависимостей. И необходимо открепиться от этих зависимостей. И хорошо видно, как много направлено на это. На открепление от зависимости. Как бы этому подчинено все. Но цифровая революция дизайнеров позволила уйти туда. И там начать обустраиваться. И за это отжали у игриков интернет. Во многих сегментах. Вот опять же я делал этот разбор для рекламной кампании. Они мне задали вопрос. Вот мы отрисовываем графику. Игровую, хорошую графику делаем и так далее. И вдруг мы видим, что заходит графика Майнкрафт. Поднимите руки, кто понимает, о чем идет речь. Графика Майнкрафт. Ну вот. Что это они говорят? Что это такое? Так сказать, мы там фэнтези. Все такое, там художники. Заходит графика Майнкрафт. Ну, мне очевидно было, почему заходит графика Майнкрафт. Есть у кого-нибудь гипотеза. Почему? Просто. Вот. Сложность, простота. Да? Вам нравится графика Майнкрафта? Эм, гадалки не ходи. Вы же сложный. У вас богатый внутренний мир. Хорошо, простота. Да? Но не до такой же степени, как бы говорили мне вот эти дизайнеры. Не до такой же степени. Я скажу, не только до такой степени. Но еще дальше. Вот я уже смотрел этот спектакль, по-моему, Чайка. А, Вишневый сад в графике Майнкрафт. Да? Там театр уже с этим экспериментирует. Артемий, не хватайтесь за гу. Это просто модные тенденции. Это нужно понимать. Моя идея. Простота как бы ничего не объясняет. Понимаете? Игреки, например, на мой взгляд, испохабили интерьеры очень простым дизайном. Белое, серое, черное. Евроремонт так называемый. Скандинавский дизайн. Но это для психики даже травматично. Травматично, так сказать. Да? Ничего. Это очень просто. То есть простота – это универсальное нечто. Минимализм вообще рулит во второй половине 20 века. 20 век еще продолжается. Поэтому это общий момент – простота. Вот моя гипотеза. Почему заходит графика Майнкрафта, и не только графика Майнкрафта. Как бы вот так они говорят. Ну, я пытаюсь быть голосом. Мы устали от ваших прекрасных, влиятельных образов. Вы все время нас хотите схватить. Вы хотите нам это продать, навязать. Вы успешны в этом. Так вот, нарочито. Посмотрите просто эту эстетику. Смазанные кадры какие-то. Кислотные цвета. Крайняя простота. Это же просто. Но это не просто-просто. Это как бы манифестация того, что мы отвязываемся. Вы хотите схватить нас красотой – мы уходим в безобразие. Вы хотите схватить нас с ложностью – мы уходим в крайнюю простоту. Действие. Экшен. А не вот это все. Ну, я так понимаю, как бы отрефлексировала. Если элита зетов отрефлексировала бы. Поэтому я как бы предлагаю вот этот вариант. И это популярная лекция. Я понимаю, я уже вижу, как там меня хейтят под этой лекцией социологи там и так далее. Но это особый проект такой, как бы почти художественный. Да, утрировать некоторые вещи, довести их до не символа, а как бы такой эмблемы. Эмблемы. Вот можно из эмблем составить портрет поколения. Так что вот так я вижу это противостояние. В том числе породили игреки ту среду, с которой зетой должны взаимодействовать. Ну, вот как бы такой вывод по поводу игреков. Игреки и скопировали. То есть ушли в потустороннюю реальность своих меч, грез из посусторонней реальности. Ну, пришлось ее вернуть, сюда вернуться, в эту посустороннюю реальность. И хорошо видно, что игреки грустненькие. А они вернулись и как бы задали вопрос, а что мы делали там? Что мы достигли? Распродали достояние Советского Союза? Растащили все заводы и все. А где изобретение? Что мы сделали? Где? Где? Развалили образование? Вот я работаю в образовании, так сказать, да? Все одно. Во что вы вложились, так сказать, в имитации? Бюрократизировали процесс? Это ваше достижение? Завалили методическую работу, еще что-то и так далее? Может быть, что-то техническое? Или все те же ракеты практически летают, которые сделаны? Где же эффективность этой стратегии? Ну, это, конечно, трагический такой вопрос. На самом деле есть там кое-что. Но это надо раскапывать, надо искать. Что, какое-то новое направление в живописи? Прорыв в кинематографе? В архитектуре, может быть? Я вас умоляю, как говорится, да? Итак, вот, это герои вымышленных миров. Поколение Z. Я их называю бесчувственные романтики. Как видите, у меня есть плохие и хорошие новости. Начнем с объективных условий. Формативные годы Z и до сих пор очень ослабленная социальная динамика. Условно говоря, почти ничего не происходит. Журналистам приходится изощряться и придумывать. Причем они уже так заврались, на мой взгляд. Я сегодня читаю. В Москве введены ограничения. Дальше, если читать, мэр рекомендует. Есть разница между введением ограничений и рекомендацией. Не различается уже. Надо изощряться. Хоть что-то, ничего не происходит в смысле социальной динамики. Z не знают социальной динамики, и это кажется нормой. Они скучают. Они ждут повестку в космические войска. Но повестка не приходит. Все как бы отдыхает. Как бы такой отпуск. Лежишь на пляже и ждешь. И даже мечтать не о чем. Потому что кроме моря песка, изобилия коктейлей и пирожных, ничего нет. Это хорошо поначалу, но маловато. Соцсети, ютуб, смартфоны, потребительское благополучие. Ну вот сейчас, может быть, чуть-чуть меняется ситуация с потребительским благополучием. Но не принципиально. Перенасыщенность образами и идеями культурного пространства. Все вываливается. Собственно, на этой стадии капитализма, как бы сказали левые, произошло перепроизводство, прежде всего, духовного продукта. Вываливает все. Уже больше, как бы вот продираться сквозь чащу приходится. Настолько всего много. Да, вот есть мемы, постиронические, так сказать, да. Итак, это бесчувственные романтики. Они живут в двух мирах, виртуальном и физическом, не отдавая предпочтения ни одному из них. Какие проблемы это порождает? Почему бесчувственные? Что такое чувство? Чувство принципиально отличное от эмоций. Это эмоциональное поколение, но с чувствами есть проблемы. Эмоция, чувство, это когда на эмоцию накладывается мысль какая-то. И она продлевает эмоцию, превращая ее в качественное нечто другое, в чувство. Но продлить, продлевать, это не для зетов. Вот вы говорите, ну вот процессуально что-то длится. Но длиться, это значит привязываться к чему-то. Ценностью является прерывистость. Ну или если говорить на жаргоне, зеты легко сливаются. Да, 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 вот как мои информанты. Итак, ну мы сегодня, да, я хочу сегодня встретиться, есть что сказать. Окей, 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 я уже знаю. Это 50-50, 50 на 50. Хорошо, когда, где, тогда, тогда так. Я помню, я вот и бегаю по стадиону, уже через 5 минут эта встреча, но я не тороплюсь. За 5 минут до этого приходит смс, это типично. Ой. Стыдно, что так получилось. Там вставляйте что-нибудь, что угодно. Так как у меня как бы есть некоторая статистика, это не случай. Это типика. Ой, стыдно, что так получилось. Все время что-то получается. Ну так, в 50, а то и больше процентов. Я пишу, окей. Я и не надеялся, что называется. Ну тут же есть практические как бы рекомендации. Если вам сказали да, это не значит да. Если сказали нет, это не значит нет. Это не точно. Я приду в 17-15 на пересечении 1-й и 2-й авеню. Но это не точно хочется добавить. И в этом и эстетика, и этика. Это красиво. Быть четким и определенным, это некрасиво, как ни странно. Посмотрите на эту массовую фотографию. Художественно, это когда ты подпрыгнул и что-нибудь смазать. Ну, правда, этот тренд прошел. Но откройте, сколько этих прыгающих вверх, так сказать, художественно. Отстроится. Не как у всех. Нет земного притяжения больше. И что-нибудь смазать, и какую-нибудь ерунду. Гвоздики какие-нибудь фотографировать. Букашечек, таракашечек и так далее. Я сейчас иронизирую для того, чтобы показать, что такое ирония. Пост-ирония, это когда вообще непонятно, серьезно ты говоришь или иронизируешь. Я вот как-то просил своих информантов сказать. Ну, дайте пример пост-ироничной одежды. Пост-ироничной одежды. Но мне говорят так. Это когда ты выходишь в брендовой одежде, но при этом нашел в сундуке кепку папы, надел ее и выходишь, и вот окружающим непонятно. То ли ты стебешься, то ли это такой серьезный дизайнерский проект. И тебе самому непонятно. Понимаете, это очень важно. Вот как бы качай, маятниковые качать. О, это то. А, это не так. Да, но это не точно. Вот этот как бы сдвиг в сторону. Это и в эстетике видно, но в этике это называется сливаться. То есть разрывать социальные отношения, но разрывать их с возможностью восстановления. Ну, вот буквально я наблюдаю, я понимаю эти ситуации. Вот идут студенты, активно жестикулируя, разговаривают друг с другом, двое. Вдруг жестикуляция превращается. И вот они идут. Не разговаривали, расходятся. Ну, там, хорошо уже. Понимаете, для игроков это совершенно непонятно. Как? Ну, что-то... Все. Все. Мы использовали друг друга. Спасибо, спасибо. Как бы там, как бы по умолчанию не надо тратиться еще там. Эй, там, пока. До свидания. Не ставьте точка. Не ставьте точек в сообщении. Это неприлично. Знаете, что ставить в смс-ках точки это неприлично. Меня интересуют вот такие моменты. То есть герминевтика это метод, который задает вопрос. Почему? Есть у кого-нибудь ответ? Почему есть традиция не ставить точки в смс? Ну, это глубоко слишком, так сказать. Это слишком поверхностно. На мой вкус. Почему? Андрей, почему? Да, как бы открытый гештальт. Открытая дверь. Как Ильф и Петров пишут, активно пригласил в гости, но адреса не сказал. Будет, не будет. Это не точно. Может быть, будет. Может быть, не будет. И как бы вот эта эстетика и этика жить в может так, может эдак. Я вот часто работаю с публикой. Я занимаюсь все-таки логикой, определенностью и так далее. И вот распространенный цирк с конями. 50-50. Ты понял или не понял? So-so. Так-так. Тебя зовут Петр? Су-су-су. Ну, это я как бы утрирую. Ну, как бы по умолчанию есть клише. Очень интересно нужно изучать. С культурологической точки зрения, для анализа коммуникативных моделей очень важно изучать стереотипы и клише. То, что идет автоматически, а не специально продумывается. Вот это «каждый думает по-своему», 50-50. И только иногда случаются такие проговорки по Фрейду. Я помню, работал в одной аудитории, и одна девушка говорит, «каждый думает по-своему». В Петербурге это было. Я говорю, «почему вы так думаете? Дайте аргумент». И она говорит, «Ну, мне же жить одной? Ой, как бы это не имеет отношения к делу». Вот. Это называется оговорка по Фрейду. Вот. Вот почему это клише функционирует. Потому что каждый думает по-своему. Это значит, мы отдельно. Мы отдельно. Иногда вот так мы жестикулируем, потому что нам надо что-то там подзарядиться. Оп. Оп. Расхождение. Так что все это вполне рационально, можно сказать. Это эстетика. Это мемы. И, собственно говоря, я не ставлю точки. Вот такая композиция. Открытый финал. Спасибо. Ну и все-таки пост. Да. Вопросы, реплики, возмущенные выкрики, выбегание из залов. Пожалуйста. Сейчас только давайте с микрофоном. Итак. Вопрос. Можно только чуть-чуть дольше? Я с преамбулой маленькой. Зачем вы это сказали? Посмотрел. Шла реклама. Там был какой-то непривычный этот вот молодежный певец. Шарлот. Стало интересно. Посмотрел, кто это. Посмотрел пару кулипов, пару песен. Слов там немного. Но я понимаю, о чем это. Я добавил это в плейлист. Вам надо стендапом заниматься. Вопрос. Вопрос. То есть, если вы сейчас показали, вот, то, что вы показывали, вот, Усова, и вот этот отрывок, я бы сказал, что мне нравится и то, и другое. Это, ну, как сказать? Я это понимаю? Мне это понятно? Нам нравится и то, и другое. Ну, в смысле? Это Артемий. То, что делают миллениалы, мне тоже нравится. И это тоже вызывает у меня отклик. И я, ну, как? И меня немножко вводит это смущение, то, что вот то, что вы показали, мне не нравится. Значит, по идее, я Игрик. Мне все это должно не нравиться, но мне нравится. Артемий? Это я. Артемий, вы помните, что вы заявили перед своей речью? Какая цель была вашей речью? Помните или нет? Это закрытый вопрос. Да или нет? Угу. Угу. Это надо расшифровывать. Вы помните или нет цель своего спича? Зажигательного 40-минутного спича. Вопрос. Вопрос. Вы задали вопрос? Вопрос. Почему? Да, вопрос. Я не задал вопрос. Я не задал вопрос. Артемий, Артемий, дедлайн, дедлайн. Вы задали вопрос или нет? Тогда, когда вы заявили и закончили, вы задали вопрос или нет? Артемий, вы с нами? Да, с вами. Задали или нет? Нет. Нет. Знаете почему? Нет. Знаете, почему вы заявили, что вы зададите вопрос, и таки не задали его? Знаете, почему? Скорее, нет. Хотите, знайте. Хочу. Знайте, почему вы не задали вопрос. Потому что мне казалось это очевидным. Ключевое слово «казалось». Вы типичный игрек потустороннего мира, так сказать. Вам казалось, и у вас все смешалось. Вы говорите, я задам вопрос, вы его не задаете. Вы говорите, мне нравится и то, и другое. Артемий, вам нравятся блондинки? Спасибо. Вы задали... Что вы там смотрите? Куда вы смотрите, Артемий? Что там в ваших внутренних мерах? Сколько их там пробежало? Артемий, вам нравится брюнет? Окей, окей, ашатенки. Я вам скажу, вам нравится все. Как вам такая идея? Тому, кому нравится все, не нравится ничего. Это логика. Слишком сложно. Вы простой или сложный? Скорее, простой. Артемий. Вы помните, что вы говорили полчаса назад. Простой вы или сложный. Я вам напомню, вы говорили, что вы сложный. Теперь вы говорите, что вы простой. Все запуталось в доме об уонских игреков. Понимаете? Артемий, за что вы извиняетесь? Знаете или нет, за что вы извиняетесь? Я что-то сломал, по-моему. В себе или во мне? В атмосфере. Ну, игреки. Им важна атмосфера. Вот посмотрите. Еще раз, как его зовут? Эйден. Вот посмотрите на Эйден. Он без атмосферы сидит. В стерильном пространстве. А у вас везде запахи, звуки, атмосфера. Это неплохо. Это забавно. Вопрос. Внимание, вопрос. Давайте я вам помогу. Я умею помогать. Игреком. Первое слово ваше вопрос. Какое? Почему? Здорово. Сколько слов в вашем вопросе? Включая, почему? Артемий, зачем вы это спросили? Усложняете? Хотите более сложной жизни, чем она есть? Сколько слов в вашем вопросе? Четыре. Неожиданно. Задавайте. Почему мне это нравится? Здорово. Артемий, как вы думаете, кто-нибудь понял ваш вопрос? Я думаю, вы. Не, ну я вне игры. Я понимаю все. Я вас понимаю изнутри. А вот снаружи. Как вы думаете, публика скорее поняла, о чем вы спрашиваете, или не поняла? Я думаю, что это не важно. Я спрашиваю вас. Я спрашиваю, важно это или не важно. Простите. Поняла публика или нет? А-а-а. Важен только я здесь. А они, эти бедные люди. Артемий. Вы? Really? Вы серьезно? Есть только вы и я, а общество, Артемий? Оно тоже есть. Оно важно? Скорее, да. Наконец-то. Слава богу, я уже начал бояться. Поняли вас или нет, окружающие? Не все. 50-50? Возможно. Большинство. Видите, трудно определенности добиться, но я, вы видите, я кремень, так сказать. Вас скорее поняли или скорее не поняли? Скорее нет. Гадалки не ходи. Как вы? Давайте я вам задам такой же вопрос. Скажите? Артемий, почему мне это нравится? Поняли? Артемий, поняли мой вопрос? Туда, туда, смотри. Нет. Или да? Артемий, это ваш вопрос. Ваш вопрос. Ну, я понимаю, что как бы сейчас много возмущенных комментариев и так далее. Монстр издевается над людьми и так далее. Но это же, я люблю людей. Это же так вот себя игуаны, крокодилы не ведут. Так ведут себя только люди. На чистом глазу Артемий вдруг в конце лекции задает вопрос. Мне нравится это? Я говорю, Артемий, а можно я задам вопрос? Можно. Артемий, мне нравится это? Что ты несешь такое? Ничего не понятно. Артемий, забавно? Да. Жоли проблем. Как говорит мой французский коллега. Жоли проблем. Красивая, забавная проблема. Да? Это проблемы Y. Ну, давайте для примера. Представитель поколения Z задайте какой-нибудь вопрос. Окей, дайте микрофон. Я знаю, как действовать. Скажите, что вы думаете. По поводу чего? По поводу лекции? Нет, по поводу лекции. Ну, вы здесь представили свое введение того, в чем различие поколения Y и поколения Z. У вас черный пояс под автологией. Знаете? Вы согласны со мной или нет? Есть спорные моменты. Какой такой один момент? Складывается ощущение, что вы строите свои предположения на основе каких-то пары кейсов. Классик. Критический ужин. Что было неубедительно? Какая идея? То, что вы относили к Z, также равноценно относится и к Y. Конкретно что? Ну, например, вы говорили о том, что Z, они якобы бесчувственные, и то, что у них больше эмоций. Угу, это не так. У людей по-разному. У людей? Люди Z. Хорошее название для статьи, так сказать. Говорим. У вас есть сейчас чувства? Нам надо с вами соотнести понятие чувства. Не надо нам с вами. А есть чувства или нет? По поводу чего? К вам? Как вы думаете? Что-что? Я пропустил. Я что-то интересное пропустил. Понимаете? У вас есть чувства? По поводу чего? Какое чувство? Скорее есть или скорее нет. Как вы думаете? Вот если со стороны наблюдать. А я вынужден со стороны наблюдать. В кейсе этой лекции я бы сказал, что не особо. Что это за ответ? Есть, нет, не особо. Джульетта спрашивает, Ромео, ты любишь меня? Не особо. Сейчас кейс про Джульетту рассказывать. А вот именно касаемо лекции, не особо. Согласны с тем, что не особо — это нет? Не могу сказать. Не особо. Не особо. Не особо, понятно. Окей. Ну, вот. Неопределенность. Да? Но связанное на мы. Как бы подключать. То есть Z-ты имеют цель попасть на одну волну. Y-ки уйти с волны. И это разница. Простите, перебил. Вот о чем я, в принципе, говорю. Словно вы на единичных кейсах делаете какие-то выводы, но они не являются такими вот по отношению ко всем. То есть вы уникальны? Нет, я этого не говорю. Я говорю о том, что разные люди уникальны. Смотрите, я делаю вывод на вашем примере. Тот вывод, который я делаю, это уникальный или типичный вывод? Один из кучи множеств. И так, и так. Один из кучи множеств. Один из кучи множеств. Окей. Ну, вот так работает наука. И так работает популяризация науки. И так работает критика популяризации науки. Это безумно интересно. Но всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Пять минут рекламы. А, в этот раз я, да, сейчас я уже уезжаю в Петербург. Там у меня будут лекции. А так, заходите на канал Архея. Смотрите мои лекции. Там есть плейлист Андрея Макарова. Заходите ко мне на канал. Философ Андрей Макаров. Вконтакте паблик профессор Андрей Макаров. Есть в Фейсбуке, есть в Вконтакте. Ставьте палец вниз, ставьте палец вверх, лайки, шлите на платный номер смс-ки и так далее. То есть я выполнил свою задачу. Две минуты рекламы. Так что, до новых встреч. Спасибо.